Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. К вашему вниманию, тактические перчатки торговой марки Mechanics, модель Impact. Видео не будет обзором этих перчаток, потому как обзоров на них в YouTube предостаточно. Можно посмотреть, например, вот здесь или вот здесь. Я хочу попытаться показать функционал этих перчаток при решении тех или иных повседневных или тактических задач. То есть, что у них будет, что у них возможно сделать, что, скажем так, не получится, что удобно, что неудобно. Ну и так как некоторое время я успел уже поносить, сложилось собственное мнение, я хочу им, собственно, с вами поделиться. Видео условно разделим, скажем так, на два этапа. Первый этап – это функционал перчаток в повседневной жизни, скажем так, в хозяйственно-бытовых задачах. И второй этап – как-никак попытаемся рассмотреть функционал перчаток при решении тактических задач. Ну, собственно, приступим. Сразу хочу оговориться. Некоторое время назад у меня была аналогичная модель перчаток Mechanics, модель Original. Ну, за исключением некоторых деталей, как, например, вот этих вот усилиющих резиновых вставочек вот здесь и армирующих вставок на внутренней стороне ладони. И, в принципе, перчатки, ну, там, еще некоторые мелкие детали, но, в принципе, по своим качествам и функционалу перчатки аналогичны. Что модель Impact, что модель Original. То есть, в принципе, все, что будет говориться именно о этой модели, можно применить и в модели Original. Итак, приступим. Этап первый. Самый основной, на мой взгляд. Сейчас у нас на улице зима, да? На улице холодно. То есть, если носить эти перчатки как... Ну, просто для того, чтобы не мерзли руки. То есть, перчатки сами по себе достаточно тонкие. И руки в них зимой, конечно, мерзнут, да? Хотя, ну, относительно... Ну, они не предназначены для использования при очень уж низких температурах, да, зимой. Но, тем не менее, руки в них мерзнут. Но, достаточно комфортно чувствовать себя можно, ну, скажем так, градусов до минус 5. Можно чувствовать себя достаточно комфортно. То есть, рука, ну, сильно не мерзнет. То есть, если там мороз уже идет к 10-15 градусам, то, конечно, через некоторое время, тоже не сразу, через некоторое время, начинают мерзнуть пальцы. Вопрос второй. Собственно, сейчас мы... Ну, сейчас мы ходим, попробуем порешать какие-то бытовые задачи. Значит, одно из первых, на что хочу обратить внимание. Да, так как... Ну, к сожалению, так как я человек курящий, да, для меня основная... Как бы основной функционал перчаток при решении хозяйственно-бытовых задач, это открыть пачку сигарет, достать сигарету, попробовать ее прикурить. То есть, с этим вопросом перчатки справляются без проблем. То есть, налегке можно зажечь зажигалку. Значит, вопрос второй. Так как вот эта часть перчаток выполнена из тонкой искусственной замши, пользоваться, например, мобильным телефоном в них удобно. К сожалению, сейчас не могу показать, как это происходит, потому что именно снимаю на мобильный телефон. Но с кнопочным телефоном вообще не возникает никаких проблем. И даже, скажем так, через эти перчатки работают сенсорные телефоны. Значит, вопрос второй. Точнее, уже, наверное, третий. Что-нибудь достать из кармана. Ну, это уже немножко проблематично. Особенно, например, если что-то приходится доставать из кармана джинсов, потому как вот эти вот, как раз вот эти армирующие вставочки очень сильно мешают. То есть, в принципе, до вот этих вот пор рука еще свободно как бы пролазит карман, вот здесь уже начинают упираться. То есть... И причем, так как вот эти вставочки идут из резины, они очень хорошо за ткань цепляются, да, тормозятся. Вот. Чего нельзя сказать, например, про модель оригинал, где нет вот этих вставок. Здесь есть просто надпись «Механикс» и все. То есть, в них это немножко делать удобнее. Например, ежели нам нужно что-нибудь достать из сумки. Например, ключи. Когда мы подошли домой, да, чтобы не снимать каждый раз перчатки, это тоже как бы не совсем удобно. Залезть, например, в сумку. Достать ключи. Выбрать нужный. Опять же, если в подъезде темно, да, одной рукой. Присветить фонариком. Выбрать нужный ключ, открыть дверь. Не возникает никаких вопросов. Перчатки прекрасно справляются, в них удобно. Опять же, очень много кто из нашего сообщества носит с собой такую штуку. Управляться с ней очень просто одной рукой. Опять же, из-за того, что внутренняя часть перчаток сделана из искусственной замши, ножик в руках не скользит. И даже, обратите внимание, нож с бэклоком можно управиться одной рукой. Чуть-чуть другой момент, если, например, нужно пользоваться инструментом, да, на примере мультитула. То есть, достать его из чехольчика, достать сам мультитул, достать биты, например, или еще какие-то дополнительные. Принадлежности не составляют никакого труда, это очень удобно, да. То есть, опять же, попользоваться, например, плоскогубцами. Но вот, если нужно будет достать какой-нибудь инструмент, типа ножа, или битодержателя, или ножниц, тут уже, к сожалению, не зацепишься. Хотя перчатка плотно обхватывает ладони пальца, да, очень, ну, на самом деле, удобно. Ну, такие уж, очень уж мелкие детальки достать уже не получается. Хотя, например, при пользовании фонариком, опять же, говорю, не возникает никаких вопросов, даже если пользоваться одной рукой. Как бы основные, ну, скажем так, мы рассмотрели основные, ну, как бы моменты пользования повседневной жизни, да, перчатками. То есть, то, что, то, в чем потребность, скажем так, возникает каждый день, много раз, да, много раз на день. Перчатки, в принципе, справляются с этим неплохо. То есть, в них удобно. Опять же, ежели частенько шевелить руками и пальцами, да, кровообращение у них усиливается, рука в перчатке не так мерзнет. Что еще хотелось бы добавить? То есть, тоже такой, скажем так, интересный вопрос для повседневного использования перчаток, особенно зимой, да. Сейчас, ну, я буду говорить на собственном примере, не знаю, других людей, ну, как бы, я могу уверенно говорить только о том, с чем сталкиваюсь каждый день. Сейчас на улице скользко, гололед. То есть, если вдруг, ну, произойдет так, что, ну, вы поскользнулись, упали, да, вот эти вот армирующие вставочки на внутренней части ладони, возможно, очень неплохо вам помогут. Потому как, ну, например, я, да, если я падаю вдруг, там, на бок или, там, назад, я обязательно поставлю, ну, ставлю ладонь вот так. То есть, и упасть на какую-никакие мягкие вставки, ну, гораздо приятнее, чем упасть просто на ладонь. Вот. Ну что ж, переходим ко второму этапу обзора функционала перчаток. Скажем так, самая интересная часть марлезонского балета. Так как перчатки изначально производителем позиционируются как тактические, да, рассмотрим, как же, ну, насколько они удобны в решении каких-то тактических задач. То есть, ну, как бы, я использую эти перчатки как стрелковые в холодное время года, поэтому хочу вам показать, как управляются, точнее, насколько удобно с ними управляться при решении стрелковых задач. Самое первое, самое основное, да, это удержание оружия в руке. Удержание очень удобно, очень плотно, оружие, ну, плотно лежит в руке, я его очень хорошо чувствую всей ладонью. Самое главное, спусковой крючок, да, управление спусковым крючком, так как вот именно вот эта часть перчаток достаточно тонкая, чувствительная, я очень хорошо чувствую спусковой крючок, то есть, мне не составляет труда узнать, ну, на каком этапе я нахожусь, да, перед произведением выстрела. Ну, удобно, в общем, в целом удобно. Опять же, функционал, то есть, мы, ну, налегке всем необходимым, всеми необходимыми органами управления оружием пользуемся. Это тоже не возникает никаких вопросов. Вот. Вопрос следующий. Попробуем снарядить магазин, не снимая перчатки. Ну, на примере, первый пример, стандартный 9-мм магазин. Возникли ли у нас какие-нибудь проблемы с этим? Ну, как видите, проблем при снаряжении магазина не возникает. Опять же, тонкая перчатка, плотно сидит на пальце, хорошо чувствует патрон, удобно загоняет его внутрь. То есть, со снаряжением магазина, в принципе, не возникнет никаких проблем. Как двухрядного, например, на Вальтере, да, двухрядный магазин, он снаряжается немножко попроще. Ну, как бы на этом же примере можно рассмотреть рядный магазин с чуть-чуть другим типом снаряжения, да. Опять же, здесь 8-миллиметровый патрон, он немножко меньше, чем 9-миллиметровый. Посмотрим. Опять же. Не возникает никаких проблем. Как видите. Значит, если... Не забываем о том, что в случае чего, да, ну, то есть, когда мы стреляем где-нибудь, я не знаю, на стрельбище, на охоте или еще где-нибудь, то есть, могут возникнуть какие-то... Ну, всяко бывает, может возникнуть какие-то вопросы, какие-то проблемы в работе оружия, да, и очень частенечко бывает, что оружие приходится разобрать, да. Посмотрим, как это произойдет. В перчатках это как бы тоже не составляет никакого труда. То есть, как... Как разобрать оружие, да. То есть, там, вполне возможно, что-то, ну, не знаю, поковырять, типа починить, так и собрать его. Сейчас тут надо... Что-то, если бы еще не мои кривые руки, вообще бы никаких проблем, наверное, не возникло. Ай, господи. То есть, опять же, ну, скажем так, ПМ-образный пистолет Макарова вообще даже говорить нечего. В принципе, знаете, вообще разбирается и собирается одной рукой без каких бы это ни было проблем. То есть, с пистолетами, в перчатках обращаться удобно, не возникает никаких вопросов, не возникает никаких проблем. Если мы используем что-нибудь посерьезнее, поинтереснее, да, например, что-нибудь вроде вот такой вещи, да, как же все это происходит, например, с охотничьим пумповым ружьем. Зарядить, ну, снарядить магазин ружья 12-го калибра не вызывает абсолютно никаких проблем. То есть, органы управления ружьем тоже под контролем, да, удобно. и даже, даже, ну, давайте посмотрим, например, даже если вдруг по какой-то причине, да, то есть, ну, частенько бывает, может быть, на охоте, может быть, еще для чего-то, может быть, для того, чтобы просто разрядить ружье, да, то есть, патрон, который был подан на лоток, и бывает такое, что его нужно оттуда достать, да, то есть, обычно это делается пальцем через окошко выбрасывать. Да, то есть, перчатки тоненькие, если у вас не очень тонкий палец, то есть, достать его вот оттуда не составит абсолютно никаких проблем, равно как и то есть, очень частенько используется вот такой способ заряжания, да, то есть, это тоже не возникнет, с этим тоже не возникнет никаких проблем. Опять же, снова вспомним про вот эти армирующие вставки. При стрельбе, да, к сожалению, оружие имеет некоторую отдачу, которая, основной импульс, который приходится, да, вот если так посмотреть вот сюда, и через рукоять передается именно как раз вот в эту часть ладони, где предусмотрительно есть армирующая вставка, да, то есть, частично, которая принимает на себя импульс отдачи, как при стрельбе из пистолета, так и при стрельбе из ружья 12-го калибра, из ружья 12-го калибра особенно, да, потому что отдача значительно сильнее, может быть, при использовании стандартного приклада типа весло в руку идет не такая часть отдачи, но если вы используете пистолетную рукоять, значит, часть импульсов приходится именно в ладонь, да, и здесь тоже как бы очень пригодятся вот эти армирующие вставки. относительно этого, в сравнении, например, с моделью Mechanics Original, где вот этих вставок нету, все это полностью приходится вводить. Ну что ж, в заключении, какие-никакие выводы, да, относительно этих перчаток. первое, перчатки очень удобные, ну, очень удобные, например, если сравнивать с обычными перчатками, там, я не знаю, ну, скажем так, одежными, ну, эти будут поудобнее, очень плотно сидят на ладони, ну, тут тоже такой, собственно, как бы момент. Если у вас есть возможность примерять перчатки, лучше их примерить. Если возможности примерить нет, то нужно хорошо вымерять ладонь и обязательно попросить продавца, который, например, если будете покупать через интернет, который вам будет продавать эти перчатки, попросить, чтобы он померял сами перчатки. Да, то есть, не размерчик, который написан где-нибудь, да, вот здесь или внутри, а именно сами перчатки. То есть, необходимые условия для того, чтобы вам было у них комфортно, это то, чтобы перчатка плотно сидела на ладони при этом перчатки действительно становятся удобными ухватистыми, в них ничего не скользит в них удобно выполнять какие-никакие тактические и повседневные задачи значит, что еще сказать а, забыл упомянуть я курю, много людей в принципе тоже курят, ну хотя привычка дурацкая, конечно, очень вредная от нее нужно избавляться, да, не спорят ни в коем мере не является пропагандой курения это просто ссылочка на нашу слабость так как вот эта часть перчаток выполнена из какого-то синтетического материала не могу сказать из какого именно оно выполнено из синтетики может возникнуть вопрос не прогорит ли случайно при попадании уголька от сигареты на эти перчатки не прогорит ли он случайно могу вас уверить, не прогорит было в ютубе как-то я сталкивался с таким видео где специально пытались не просто угольком, а именно целенаправленно сигаретой пропалить эти перчатки если я найду, кину где-нибудь вот здесь что-нибудь ссылку на это видео так вот кому интересно сходить и посмотрите не особо у них это получилось перчатки достаточно крепкие что с этой части что с этой части ну и опять же повторимся когда на улице холодно в принципе мороз до минус 10 градусов у них можно переносить достаточно комфорт ну что ж на этом в принципе все что я хотел вам показать и рассказать спасибо вам большое за просмотр не забывайте голосовать за видео всем удачи всем пока